Продолжаем отвечать на ваши вопросы на богословском портале Экзегет. Если после исповеди и причастия радости в душе не бывает, означает ли это, что Господь грехи не простил? Я не скажу вам про причастие и про то, что обязательным следствием причастия святых христовых тайн является радость, чувственная радость человека. А вот если мы отходим от таинства исповеди неразрешенными внутренне, то это значит, что мы не совсем точно были к нему готовы и отнеслись к нему поверхностно. Потому что человек, который исповедовался в своих грехах глубоко, максимально точно, честно, открыто и с верой в то, что эти грехи будут ему здесь же немедленно прощены, не может не отойти от таинства исповеди с величайшей радостью и с величайшим облегчением. А причастие святых христовых тайн, принятие святых христовых тайн воздействует на душу таинственнейшим образом. И не всегда следствием причастия святых христовых тайн является, еще раз повторю, ощутимая нами неведомо откуда пришедшая волна какой-то всеобъемлющей радости. Мы, священники, часто причащаемся к святых христовых тайн и, поверьте, не всегда пребываем после божественной литургии в какой-то эйфории. Но в приподнятом радостном состоянии, да, но все это бывает совсем-совсем по-разному. Единственное, что я всегда чувствую, как священник, причащаясь к святых христовых тайн, это оживотворение. Вот, в прямом смысле, от мертвенности некой, накопившейся к этому моменту даже за сутки, вот, к жизни, к возможности жить. Это да. Но это даже не радость, это какая-то особая такая вот тихая благодать божественного присутствия. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.